друзья всем привет всем доброго зимнего утра я иду из поликлиники у меня такая вот сейчас жизнь знаете о чем хотела с вами поболтать зиме зиме на юге для нас это первая зима для тех кто впервые на нашем канале мы переехали с мужем весной муж ведь точнее в апреле а я переехала 4 июня вот и для нас это конечно дико приехали мы из средней полосы из города дежинска нижегородской области вот у нас сам и снега и метели были конечно не север но и минус 30 градусов было в том числе а здесь смотрите какая красота друзья сходил магнит он тут рядом купила подарочную бумагу для упаковки подарка на новый год и хочу продал продолжить свой рассказ вот закончила на том что мы приехали из нижегородской области и там ну достаточно холодная была зима там трава-трава и минус 30 был у меня такое есть видео уезжаем в обширонск это было снято когда мы планировали переезд это был два года назад я шла с работы у меня еще такая адская дорога там была мы прям шли до работы от остановки рискую жизнью по обочине дороги довольно таки такой оживленной трассе потому что там вообще нет тротуара вот я иду замерзшая поколевшая там прям и кому интересно найдите это видео не знаю прикреплю ссылочку да попробую постарайтесь не забуду вот и у меня шиней на ресницах на волосах и я говорю я в обширонск мне тогда понравился этот город своей красотой горными вершинами стараюсь не снимать когда люди идут прямо так на встречу не всем это нравится вот здесь конечно красота единственное найти приходится мозг не может перестроиться несоответствие такое идет вот иду зимним пуховом пальто очень сильно холодно воздух ледяной ну как опять же сильно минус 5 но поскольку здесь все-таки повышенная влажность то ощущается это мин как минус 15 я бы так вот наверно под своим ощущением сказала вот это я иду по улице коммунистической и поэтому ну прям надо кутаться кутаться пока я вот как не оденься я никак не могу предугадать погоду потому что так обманчиво солнце светит травка зеленеет а по факту очень очень холодно вот сходили кстати зимние мне ботиночки купили у меня были замшевые но поскольку снега нет по крайней мере пока его нет я ходил своих замшевых и они у меня быстро пылились замучилась их очищать потому что ну как пыли здесь особо нет но замша и замша любой след видим и так далее чем они прямо на такую холодную зиму сходили купили кожаные такие вот купили в фирме в магазине белвест я знаю эту обувь я более 15 лет поработала на обуви и поэтому очень хорошо разбираюсь знаю что это хорошая качественная вот тут вы не согласитесь надеюсь что она по качеству осталась такая же вот вот что касаемо зимы в общем и стать нам нравится конечно вот нам нравится мы еще не видели сырого снега вот эту да мерзкой погоды как нам говорят посмотрим нас знакомые говорят что в том году начиная с и по март были дожди 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 как зарядили так и без конца лили дожди нам наверно повезло у нас такая сухая солнечная зима по крайней мере и начало посмотрим что будет дальше снежок откуда-то взялся наверное даже точнее лед это единственный снег в городе вот друзья вот здесь на коммунистической 12 дроби 1 мы делали полюса краснодарские здесь в общем находится так альфа альфа страхования да вот кому интересно тем кто собирается приезжать вот в этом здании можно сделать медицинский полюс сделали очень быстро за несколько минут ни очередей ничего нет ветер холодный холодный ветер всему иной потому что знаете ветер когда стихает солнышко сразу так припекать начинает так здорово в целом конечно по своим ощущениям могу сказать что это здорово это здорово такая зима потому что я очень тяжело переносила зиму в нижегородской области я не люблю снег я не люблю слякать тяжело переносила сильно мороз и все замерзал а я мерзлявый человек южный человек и меня и настроение ухудшалось у нас серость такая большая частью преобладает такой пасмурная такая пасмурная погода солнце редко зимой выглядывает поэтому конечно нам здесь все за радость я не приукрашиваю я говорю свои ощущения объективные у всех они будут разные кто-то приедет скажет что ветра жить невозможно у нас другое восприятие ветер конечно ничего приятного нет в идеале вы не было было бы наверно вообще супер но как есть вот а так в целом конечно мне этот климат эта погода больше подходит намного по здоровью очень намного поэтому я конечно хожу и радуюсь надо одеться самое главное деться потеплее вот как в принципе везде вы скажете но нет извините разница есть я любила знаете какой какой погоду на родине когда выпадает снежок и такая мягкая мягкая погода где-нибудь минус 10 вроде морозец но когда нет ветра дубака вот этого то был прям шикарно было красиво очень если солнышко снег искрился мне это нравилось вот но не более когда выпадало много снега на дорогах образовывалось на тротуарах каша идешь месяц вот это идти очень тяжело шаг едешь ты назад проворачиваешь результате все это было трудоемко когда таял это еще хуже холодно очень когда месиво у нас здесь магазин около терминского дворика камчатка хороший достаточно рыбный но что-то рыба не охота мы как-то наелись и сейчас там курица запеченная пока курица рада вот продолжу значит про про зиму так что я еще хотел рассказать вот так вот такая красота да и знать еще что радует что она здесь короткая вот это тоже радует потому что там у нас ну апрель в апреле это еще холодно сильно марта это зима зима вот и только в мае где-то дальше середина начинает более-менее как-то теплеть сейчас иду и женщина меня просит пожилого возраста говорят сфотографируйте меня пожалуйста я хорошо на каком вас фоне она как на любом лишь было видно зеленую траву я говорю ладно думаю ну может быть для фона она говорит внуки не верят что у нас ну так красиво что зеленая трава зимой вот видимо сама тоже переехал как и мы и говорит попросили сфоткать я сфоткала и она смотрит такая я говорю вот вы и я говорю вот я не вижу только моргнули вы или нет она достаточно далеко встала она плевать меня говорит главное что траву видно вот я тоже хожу и детям своим фотографирую траву и отсылаем я говорю вот смотрите какая у нас зима трава травой кругом я грезь бы не зимней одеждой и не поверишь вот так на фотках что сейчас зима и холодно вот смотрите какую хорошую сделали дорожку красивый тротуар очень я уже подхожу к пересечению коммунистической красной ох и у меня замерзла рука я отключаюсь пока ай ну вот такой влог сегодня у меня болталка получился я сейчас хочу зайти в фикс прайс а что у меня еще нового короче говоря я пошла все таки лечить зуба на улице красная стоматология близко по цене так у меня какой у меня зеленый по цене там подороже чем государственной стоматологии вот но там не будут сразу делать протезирование вот в общем врач она же стоматолог и ортодонт она будет лечить и будет сразу протезировать по цене пока ничего не могу сказать ну как бы она озвучила мне цену но дело в том что она говорит возможно подорожает после нового года единственное что меня успокоило она говорит для вас цена останется той же вот а так лечение зуба 3000 там вы собачка знаете что я ищу носовой платок обычный носовой платочек не бумажные вот эти а хочется мне обычной вот и вот бегаю ищу и сошла в семейный посмотреть может здесь продаются вот казалось бы простая вещь данный свой платочек но надо поискать купила платочки все направляюсь домой программа максимум сегодня сделано завтра все заново по кругу дел полно вообще плюс на работу надо еще сходить будет вот такой получился зимний блок зимний солнечный блин я успею перебежать мои ворона давят справа давят едет прям на углу меня вот смотрите прям на углу я иду мне чуть не по пяткам блин вон еще один сигналит прикиньте идешь перекресток на зеленый свет а тебе еще подсигналивают типа давай быстрейшим или ногами лан друзья все всем пока пока на следующих до связи как говорится до следующих встреч в следующих встреч